Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Вопрос про ревность. Я ужасно ревнивый человек, особенно сильно ревную своего парня, ревную его к подругам, знакомым и даже нарисованным, ну в общем картинкам. Любое упоминание любой девушки мне не по себе. Парень у меня вообще не ревнивый и не понимает, почему ревную я. Хочу с большим перфигизмом к этому относиться, но я, мне кажется, не совсем понимаю отношение мужчин к женщинам. В моей голове это выглядит так, что для них это имеет большое значение, несмотря на других женщин, или просто общаясь с женщиной, он наслаждается ей и забывает о своей девушке. Так ли это на самом деле? Как поднять в себе самооценку и внушить себе, что это не серьезно, если это и правда не серьезно. Смотрите. Дело здесь не совсем в том, о чем вы пишете. То есть вы затрагиваете здесь морально-ценностный аспект. Вы затрагиваете здесь аспекты личности. То есть некоторые мужчины действительно так и делают, как вы описываете. Для некоторых мужчин это действительно имеет большое значение. Для некоторых нет. Но ситуация, когда это однозначно ясно, то есть ситуация, когда мужчина четко говорит, «Да, вот, слушай, ты моя девочка, но я общаюсь с другой девочкой или смотрю на других девушек, я о тебе забываю и наслаждаюсь ими». Таких ситуаций, ну, скорее всего, не будет. Мужчина никогда не признается в этом, если это так. А человек, для которого это значение не имеет, он, в общем-то, будет продолжать вести себя так, как он себя ведет. Донося до вас мысль и идею о том, что, как бы, ну, это нормально, что это адекватно, и в этом, в общем и целом, ничего такого нет. И он, я имею в виду, мужчина, ну, со своей стороны будет прав. Дело здесь не в том, имеет значение, не имеет значения. Дело здесь в том, что вы, вот, в первую очередь, не можете, как будто бы, отвечать за свои слова, а, действия. То есть, что это значит? Если вы говорите, что для вас, к примеру, та или иная, та или иная модель поведения, там, допустим, ну, мужчины, да, непридемлема, то, имея такую позицию, как у вас, имея такую точку зрения, как у вас, вам нужно, конечно же, за нее отвечать. Вам нужно, конечно же, ее отстаивать. Вам нужно, конечно же, ну, скажем так, нести последствия того, что вы, с такой точки зрения, придерживайтесь, вне зависимости от того, в первую очередь, какая она, это точка зрения. Понимаете, в чем штука? В чем штука? А вы, как бы, говорите, что, ну, вот, значит, там, мужчина, значит, не понимает, почему я его ревну, да, ну, имею в виду, что человек делает то, что, вот, ну, для вас, условно говоря, неприемлемо. Вот. И я хочу, значит, сама, значит, что-то в себе, что-то в себе поменять. Вот. Но почему вы хотите поменять по себе что-то? Вот. Вы хотите более пофигистично к этому относиться. Почему? Откуда такое желание? более пофигистично к этому относиться. Подумайте сами, откуда. Это желание проистекает из того, что вы понимаете, что если вы не будете к этому более пофигистично относиться, то мужчины вас, скорее всего, бросат. Вот. Вы не хотите, чтобы он вас бросил. Но ревность идет. из этого же самого желания. Чтобы человек вас не бросил пасыть, сделал. Вот. То есть мотивация, она одна. Но тот факт, что вы, например, боитесь потерять мужчину или тот факт, что вы сравниваете себя с другими. Да? Сами по себе эти факты уже являются следствием вашего восприятия себя. То есть вот, например, вы говорите, как поднять себе самооценку и внушить себе что-то несерьезное. Но нужно смотреть, в чем и где вы себя обесцениваете. Возможно, обесценивание в том числе заключается в том, как бы это парадоксально сейчас не звучало, но возможно обесценивание заключается в том, что вы отрицаете как бы наличие у вас определенных ценностей. Как угодно, вообще, ну, вообще говоря, как угодно, к этим ценностям можно относиться. Вот. Они эти, ну, эти ценности могут быть немного странными, они эти ценности могут быть немного нетрадиционными, точнее, не нетрадиционными, несоответствующими, несоответствующими, скажем так, той реальности, в которой мы живем, да, вот, но важно вам увидеть, какие, какие в этом вы замечаете и видите проявления своих ценностей, и как бы это отстаивать, на этом, на этом настаивать, вот, и, значит, как-то вот это стараться выражать, стараться это, ну, проявлять, грубо, грубо говоря, а если вы этого делать не будете, да, если вы этому, ну, если вы в этом направлении действовать, действовать, ну, не будете, да, если вы будете вот себя оспаривать, то и, конечно же, будет, будет расти вот эта вот история, будет расти вот эта вот неуверенность в себе и так далее, понимаете? То есть, я хочу, чтобы вы постарались увидеть, что в этом смысле все взаимосвязано, я хочу, чтобы вы постарались увидеть, что в этом смысле все связано друг с другом, вот. Да, вы неуверенны в себе, возможно, ревность традиционно она связана с тем, что человек к себе относится не очень хорошо, ревность традиционно связана с тем, что человек себя обесценивает. Древность традиционно связана с тем, что человек боится одиночества. Древность традиционно связана с тем, что человек пережил, скажем так, элемент измены так или иначе. Не обязательно, да, речь идет обязательно о, допустим, личном каком-то опыте. Это может быть опыт и другой. Это может быть опыт, связанный с кем-то из, допустим, ваших родных, да. Кто-то когда-то где-то пережил этот опыт и стал. Вот. Это с одной стороны. С другой стороны, это вопрос реализации. То есть, если для меня, вот, вот, единственным способом, да, как-то, например, ну, о себе заявить, да, единственный способ, там, допустим, ну, как-то вот, там, не знаю, подчеркнуть, к примеру, свою ценность, да, единственный способ, там, ну, самоутвердиться, допустим, и так далее. Если для меня единственный способ, он вот такой, к примеру, только такой. То есть, ну, для меня, значит, единственным способом смотреться является, вот, ну, какая-то вот убежденность в том, что я, там, к примеру, ну, единственное, вот, для, там, не знаю, своего мужчины, да, ну, к примеру, вот, то это же вопрос чего, в первую очередь? Это вопрос реализации. Это вопрос самореализации. Вопрос того, как вы, ну, грубо говоря, раскрываете, это вопрос того, как вы раскрываете свой, в том числе, потенциал, ну, понимаете, да, какая шпюка? Вот, то есть, это вопрос реализации. Дальше, следующий момент. Следующий момент. Это вопрос того, как вы устраиваете контакт с человеком. То есть, по факту, что, вот, ну, такая, скажем так, гендерная составляющая имеет такое большое значение для вас, говорит, говорит о том, что возможно, только возможно, только возможно. Вы с мужчиной ничем другим, никакой другой своей стороной личности не взаимодействуете. Вот. То есть, это достаточно узкий, получается, как бы, узко, узкий путь для взаимодействия друг с другом, по факту. Вот. В чем, в чем основная проблема, то есть, и естественно, абсолютно естественно и абсолютно нормально, если при таком раскладе вы будете, ну, обращать на это внимание. А как иначе? Если вы не будете на это обращать внимание, то извините, а по поводу чего тогда будет ваше взаимодействие с мужчиной? Вот. Понимаете? Поэтому, в данном случае, не все так однозначно, не все так просто, как мне кажется. И вот, действительно, задачей, ну, нашей задачей является, как бы, ограничение одного от другого. То есть, нашей задачей является, ограничение ваших, ну, к примеру, ценностей, которые у вас есть, от ваших страхов, которые у вас есть, и, значит, создание условий для того, чтобы вы свои ценности, которые у вас есть, выражали бы, к примеру, более активно, потому что вам это нужно и потому что это ваши ценности. Ну, вот. А с вашими страхами, да, то есть там, где, где вот, ну, там, где есть вот эти вот какие-то перекосы, да, там, где есть какие-то, ну, проблемы, там, где есть какие-то, так скажем, нюансы, вот. Вот эти аспекты, например, вот эти аспекты, их уже отдельно рассматривать с позиции, ну, с позиции, как бы, проблематики. Вот. Но ни в коем случае, мне кажется, ни в коем случае нельзя подходить к вопросу так, что вот пофигистично к этому относиться. Потому что, на мой взгляд, это, ну, очень похоже на такую вот, знаете, ломку себя. Если кто-то очень похоже на то, что вы себя, ну, просто-напросто, вот, пытаетесь как-то, ну, не знаю, ломать что-ли. Вот. Ничего хорошего из этого не будет. То, что вы, значит, задаётесь этим вопросом, да, это хорошо. Вот. То, что вы оцениваете, значит, проблему в целом. Это здорово. Вот. Это замечательно. То, что вы, ну, как-то, ну, как-то, вот, понимаете, да, возможно, что, что есть проблемы и, вот, ну, проблему, проблему нужно решать, например. Это здорово. Но давайте все-таки, вот, ну, по возможности, да, по возможности. Без, ну, без, ну, без фанатистики, возможности. Вот. Потому что никому не будет хорошо и здорово, если вы себя, там, начнёте как-то вот, значит, ломать, да, и... Как-то вот себя, там, не знаю, ну, заставлять себя, ну, делать вот то, что вам, например, ну, не очень нравится, да, вот, и так далее. Так вот, ну, совершенно никому от этого хорошо и здорово не будет. Вот. Имейте просто, пожалуйста, это в виду. Если ваш мужчина, если ваш мужчина, допустим, ну, скажем так, осознаёт проблему, да, если он, как-то вот, ну, солидарен с вами, допустим, то можно и нужно, можно и нужно, я не побоюсь этого слова, да, необходимо с ним тоже работать, то есть как-то вот, ну, корректировать ваши отношения, вот. Чтобы всё-таки и вам было комфортно, чтобы всё-таки и ему было, ну, комфортно, вот. И чтобы вы были счастливы в отношении. В первую очередь, речь идёт, конечно, как мне кажется, в первую очередь, речь идёт о том, чтобы расширять границу. А вот, ну, скажем так, вашего взаимодействия. На мой взгляд, они, эти границы сейчас, ну, достаточно маленькие, они достаточно узкие. И что вам тесно в этих границах, вот. Что, ну, что мужчине, скорее всего, вашему тоже тесно в этих границах. В этом ничего аномального нет. На этом всё. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Большое спасибо за вопрос. Большое спасибо за то, что интересуетесь. При желании вы сможете всё поправить. И отношения, возможно, сохранить.